Вы посмотрите на это. Замаскировались собаки. Думают их не видно. Всем ни бага ни лага, с вами я Жек и мы играем в Don't Starve, но на этот раз мы будем не просто выживать, мы будем охотиться на Максвелла, чтобы, собственно, открыть возможность играть за него. Такая появится возможность, если пройти все 5 или 6 уровней, которые он у нас приготовил. К сожалению, вы видите, и уже такой апдейт произошел, что если находишь портал Максвелла, то возле него, оказывается, ходят вот такие вот наши пинокки. Я этого не знал, потому что я особо и деревьев-то не рубил. Ну что ж, давайте начнем охоту на Максвелла. Нас ждет увлекательное приключение, я надеюсь. Экшн! Да-да, я согласен. Переход в новый мир в режим адвенчуры. Приключение. Кто не знает, перевода. Та-дам-там-там-там-там-там-там. Та-дам-там-там-там. Естественно, мое прохождение... Мое прохождение будет сопровождаться смертями, ошибками и всем прочим. Ну, тем не менее. Вот, один из пяти. Game is afloot. О, нет, зима, только не это, только не, ну почему зима? Ааа, блин, ладно. Единственное, что нам дается здесь, я так понял, в самом начале, это только радио. Радио нам нужно всем. О, сундучок, смотрите, костерчик и сундучок. Шапка, замечательно, мы не замерзнем, хоть так о нас немножко позаботились. Это на самом деле эпично и прикольно. Так, чуть-чуть подсогреемся. Зачем это радио? Это радио нужно нам для того, чтобы обнаружить все части из портала Максвелла, чтобы покинуть этот бренный мир. Ну, в лучшем случае, в лучшем из понимания этого слова. Мы находимся на данный момент на болоте, и по всей видимости, как вы видите, радио у нас работает однотипно. То есть, ничем не сигнализируя, что где-то поблизости есть деталь. Как будем приближаться к ней, какой-нибудь из деталей, вы увидите, что интенсивнее станет моргать или бриковать. Вот видите, меньше стало, такой потухший такой звук. Значит, мы не в ту сторону направляемся. Так, давайте направимся в ту сторону, откуда мы пришли. Я надеюсь, шапка нам позволит кое-какое время, так сказать, греться все-таки. Мы в ней будем замерзать, но не так быстро. И для этого нам надо насобирать камушков и палочек, чтобы наделать. Так, хорошо. Я так понял, здесь у нас нет прохода, но все-таки пройдем, потому что, по всей видимости... О, ночь. Я из... А-а-а, паутханы, идите в лузу. Вон, ой, красный уже там, видели, видели? Значит, там разом где-то... Все, отстаньте. Отстаньте от меня. Уйди-иди, помоги-иди. Все, иди, 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 иди. И не только иди. Печально, печально, что вечер такой... Такой вечер у нас. Факел, факел это хорошо, но... Ночь длинная, факела одного может не хватить. Так что давайте под насобираем. Красненькая уже орет, слышите? Это хорошо. Это на самом деле хорошо, потому что где-то рядом часть, одна из частей. И вот-то фак, она где-то на той стороне. Это вот на самом деле печально. Так что нам придется, единственный способ выходить отсюда, откуда... Откуда-то там. Так, у нас правда дает рассудок. Придется обходить. Я уже затуканил крапаль. Вот видите, аж потух сразу. Так, нам... Вон, давайте... Где, 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 где? А что, что, что? А, понятно все. Здесь где-то тропинка, которую мы, к сожалению, не видим из-за того, что у нас... Снег лежит повсюду. Мы ее не видим, но тропинка всегда ведет куда-то, да? Вот, к примеру, она сейчас нас вывела на территорию... По идее, из буйвола минусы... Я сомневаюсь очень сильно, что здесь есть на ней, на данный момент. Тут скорее мне попадутся... Ух ты, ледяной пёс! Я впер... Ох ты ж, ёп ты ж, нахер в жопу, это что? Вообще, идите нахер, не буду я брать. Я знаю, если я возьму, они на меня нападут. Я такое не соглашусь, на такое не соглашусь. И я не дурак. Блин, столько пауканов. Кстати, здесь довольно быстрее, чем больше уровень я буду проходить. Довольно быстрее будут... Так, нам в ту сторону появляться некие... Что это такое? Лабиринт какой-то, вы поглядите на это, что? Ух, ё-моё! К такому жизнь меня не готовило. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я сейчас сдохну, да? Прикиньте, вот это эпично я сдох. Это лабиринт! Я такое впервые вижу. Так, ну это слишком было бы тупо. И в моём понимании остаётся только вернуться обратно. Да. Да, я хочу обратно. Я хочу убить тебя, Максвелл. Я не знаю, на самом деле мы сражаемся. Это в конце я с ним или нет. Но что-то таки происходит. Возможно, сражаемся. Один из пяти. A gold reception. Ха! У нас мир меняется, как вы заметили. Мир меняется. И теперь это уже не тот мир, к сожалению. Я бы хотел именно тот исследовать мир до конца. Но нам этого не дали. Нам этого не дали, к сожалению. Так, давайте поставим опять-таки радио. Будем бегать с ним. И искать части. То есть мы узнали. На самом деле я во второй раз играю в адвенчуру. Что сказывается тем, что я не особо понимаю всё, что происходит на данный момент. Но уже понятно то, что если мы умираем, то генерируется совершенно новый мир, совершенно другие правила. Хотя мне тут понравился. С лабиринтом это весьма оригинально. Такое ощущение, как будто люди, создавшие эту игру, не автоматически как-то, знаете, генерировали этот мир, а саморучно прорисовывали. И это дорогого стоит, на самом деле. Дождь. Вот, 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 дождя бы я вообще бы не хотел. Но, к сожалению, походу мне придётся терпеть. Потому что дождь, это такая гадость, такая гадость. Так, у нас... Я не слышу нашего радио. Он, кажется, вообще потуда. Надо найти тропинку. Я просто знаю уже систему. Тут если тропинку найдёшь, то по тропинке по-любому куда-то выйдешь. По идее. Но иногда ты тут тропин... Тропинки заводят тебя просто в угол. И тут пик ты не знаешь, что тебе делать. Чё как-то этим быть. Но, тем не менее. Тропинка. Это всё уже какой-то... Кстати, о, вот она. Вот она, тропиночка. У нас здесь, наконец-то, камни, которые дают нам золото. Пометили. Немножко таким, знаете, золотыми прожилками. Длинные камни. Не вот эти маленькие, что мы сейчас видим везде. А чуть-чуть другие камни, высокие. Они якобы с золотыми прожилками. Замечательно. Всю жизнь мечтал найти говно. Давай, бери уже. Я не знаю, зачем она пригодится. Может, как-то отбиваться ей можно, но пойдёт. Кстати, здесь вот этих вот скелетов теперь на данном нет. Раскидано дофига меньше. Но, конечно же, можно это всё регулировать самому абсолютно в настройках. Я в настройках не лазил, ничего не регулировал. Как стандартно было, так и есть. Тем более, по всей видимости, даже если регулируешь, это особо не влияет на новые миры, которые создаются. Генерируются, так сказать. Давайте пройдёмся по тропиночке. Офигенно! Откуда именно это? Ёб! Твою гнать! Ёб! Бля! Хо-хо-хо-хо! Это было как-то... Да. Как-то нежданчик такой был. Не ожидал я этого. Наша радио что-то вообще как-то... О! О! Давай. Ну. О, кажется, куда-то подходим. Кажись, куда-то мы подходим. Только вот куда, вот это хороший вопрос. Золото. Да не надо нам золото. Не собираюсь... Не собираюсь её делать машину. Из этого дождя нифига не слышно. Вечереет. Ну, вечереет это не страшно. Вечер тут длинный. Вот, видите, с прожилками золота. Ой, камень. И у нас тут жёлтая. А жёлтая, это значит, скоро красная пойдёт. А, если красная, значит, мы сейчас найдём. Красненькая. О-па-па. Сейф-кинг. Какая-то... Свиньи. Свиньи. Не-не, они туда, значит. Вот, вот, вот. Я и знал, что нам-то туда надо полюбоваться, но... Хорошо. Хорошо. Не будем собирать адовые цветки, потому что... Они помнижают наш рассудок. Так, давайте. Ох, их там. Ох, их там. Они меня убьют все. За короля. Так, давайте. По одному как-то выходите. Я хочу пробежать. Так, 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 так. О-о-о-о. Щет. Я это была плохой идеей, да? А, это... Это... Это тупик. А-а-а-а. Вы видели это? Это был тупик. Это был банальный тупик. Блин, ну, ничего, ничего. Третья попытка стопроцентная. Я уверен. Я уверен в этом. Да, я начинаю. Я хочу начать. Я хочу уже наконец-то начать. Да. Надо просто разобраться в этой механике. Понять определенную... Определенный шанс. И что вообще может быть. Потому что в прошлый раз, когда я сам для себя бегал... Я наткнулся тоже на постблок для свиней. Но... Он был пробегаемый. Game is a food. О, это про зиму. Стоподняк. Про зиму четко, но, блин. Если у нас здесь... Давай, давай, бери, бери, бери. Если здесь нет шапки или куртки, то мы замерзнем просто в хлам. О, шапочка, шапочка. Это хорошо. По-видимому, дается все одно и то же. Шапочка, это здорово. Вот это соберем. Вот это соберем. Палочку. Вот это. Может быть, тот же мир. Хотя я сомневаюсь. Пойдем все равно направо. Вау. Да, мы как будто отходим, да? Да. Нам надо наоборот наверх. Теперь уже наверх. Теперь уже наверх. Вечер здесь длинный. Ну и что ж. Давайте зиму попробуем. Зиму прокантоваться здесь. По всей видимости, здесь можно все пройти, если попадать все время на лето. Потому что здесь есть уровень, там, где не зима и не дождь. А лето постоянно. В нем-то можно спокойно бегать, искать себе, что хочешь. А в таких-то уровнях уже как-то не особо-то прикольно. О, великая, давай. Где-то близко, очень-очень близко. Дождя нету, видите, шума нет и прекрасно слышно. Опа. Высокие птицы. Высокие птицы, это not good. Ох, е-е-е-мое, там их сколько. Там дофига, дофига. Но это проход, да? Уйди, паукан. Просто я могу полезть туда, а если полезу, а если там тупик, и все. Ну вы поняли, о чем я... Ух, их там вообще капец. Это проход или что это вообще такое? Это жесть. Ну давайте тихо попробуем пройти. Получится, не получится. What the fuck? What the fuck? Текай! Ох, их, е-мое, я не туда прибежал, походу. О, я еще и мерзну. А не, красненькая, смотрите. Красненькая, это хорошая. Хороший знак. Бля. Надо костерчик распалить, а то я скоро замерзать начну. Давайте здесь распалим быстренько сейчас костерчик. Дровишек? Ну что, подразогреться. Нормально, подразогрелись и пошли. Так, уменьшается, да? Да, не в той стороне что-то. Где-то здесь была еще одна, то есть не еще одна, а одна, потому что... Тут-то я... Прогавил. Ну и где ты? Не в ту сторону, да? Да, не в ту сторону, блин. Что-то где-то рядом между этими птицами, а где толком-то непонятно. Ох ты ж ее пташка, пташка встала. Офигачит. Опа. Опа-ча. А, это мы нашли, понятно. О, тут прикольно, тут они убивают этих. Замечательно. Мы нашли пьедестал. Это здорово. Давайте аметист возьмем. Не годится на аметист. Так, идемте, погреемся, и я думаю, можно валить отсюда. То есть, убегать. Давайте, поднагреемся чутка. Тем более, ночь скоро. Блин. Блин. Мне бы... Мне бы что-то... Чем бы разогреться. Одни тут камни, да и все. Так, ладно. Поглянем правде в лицо. Здесь мы нашли вот пьедестал. Здесь может быть еще что-нибудь, но я очень сомневаюсь. А здесь лобинин с птицами. Это было эпично, конечно. И это походу... По всей видимости, это надо было делать после. Давайте пока еще не совсем ночь. Пройдемся вдоль... Вдоль... Этого острова. Возможно, здесь что-то будет интересное. А возможно, это просто маленький островок. В котором можно жить и созерцать все. Кстати, в одном из разов, когда я пытался играть, летом, со временем, начали... Там, на третий, на четвертый день, не помню, когда я играл. Начали с неба падать лягушки. Это было весело. Когда был дождь, с неба падали лягушки, это... Не знаю. Показалось мне прикольно. То, что... Да, эти есть такое вроде как пророчество, да? Ох, ёооо. Ледяные псы. Я их, кстати, никогда не видел воочию, как выглядят... Тюлени. Это было бы интересно, но там ледяные псы, и я сдохну сразу же. Так что... Ну и нафиг. Так, хорошо. Я знаю, что где-то близко, я в курсе. Насчет педестала я это знаю. Кроме педестала здесь, наверное, больше ничего нету. Эй, ледяные псы спят постоянно, получается. Оооо, щет. Вот, как бы, да. Вот так и кончилось моё приключение на этот раз. Ай. Подождите, а мы не умираем? О, я холодильник нашёл. Ай. Я холодильник нашёл. Ну, я сдохну сейчас. Я не знаю. Это самая тупая и самая обидная смерть, наверное. Которую можно себе... Может себе придумать человек. Я сдох. Какая печаль. Наверное, на этом будем заканчивать. Это самая непонятная вообще игра за всю историю. На этом наверняка всё-таки будем заканчивать. Мы... Тройная неудача. Я три раза пытался пройти этот уровень, но тем не менее, всё время меня убивал кто-то. Ничего, следующей серии мы обязательно пройдём всё это. Будем играть, пытаться. А всем спасибо за просмотр. С вами был я, Жека. Если вам понравилось, то, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы всё ещё не с нами. Всем удачи. До скорого. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.